Удмурты Удмурты появление человека на свет представляют как обручение младенца с этим миром, а смерть – как венчание с миром иным. Каждый из них справляет три свадьбы – при рождении, во время женитьбы и после смерти. Удмурты обращаются к своей земле за поддержкой и советом, просят у нее прощения, поют ей песни, преклоняются перед ней. И природа отвечает им взаимностью, подсказывает верное решение, дает силы исполнить свое предназначение до конца. Так случилось и с Ольгой Соловьевой, когда она еще была совсем ребенком. Я в войну самой здоровой в 1942 году осталась без отца, без матери. Отца на войне убили, мать дома умерла, с трехлетним братом осталась. Я про это упоминать даже больше. Брат маленький был. Здесь нечего, одевать нечего. Потом вот наутро вышла, у соседей березка стоит там, последний стоит. Березка качается, ветер сильный. Что мне делать? Умирать что ли? Я говорю про себя. А вроде мне березка подсказывает, ты не умирай, ты живи. Я вот говорю, до земли наклоняюсь и обратно поднимаюсь. А когда брат ко мне подошел, я даже не слышала. Сестра, ты не умирай, я больше кушать не буду, просить. Вот эти слова никогда не дают покоя. Так прямо, так и все осталось. Пираж Экспира – достойная история создания той деревни, где Ольга Соловьева прожила всю свою жизнь. Карамас-Пельга – так называется это селение. Когда-то, лет 300 назад, полюбили друг друга татарский парень и удмуртская девушка. Родственники хотели их разлучить. Но в отличие от Ромео и Джульетты, Карамас и Пельга не стали убивать себя из-за несчастной любви. Они ушли из своей деревни и основали новую. Благодарные потомки прозвали свое селение в честь влюбленных основателей Карамас-Пельгой. В этом году в деревне стало одним домом больше. Еще одна удмуртская семья празднует новоселье. Гости дарят посуду, наполненную зерном. Хозяйка благословляет гостей перевернутой стопкой. Удмурты до сих пор проводят обряд новоселья, как и завещали им предки. С песней легче. Вот у нас в душе тяжело, попел – легче стало. Дальше вроде продолжаешь. Потому что мы ведь очень, как сказать, такой у нас внутренний мир. То есть мы внешне, вот это как будто там удмурт он не покажет, он внутренне все переживает. А что будет как-то ведь жить-то нужно? Вот, видимо, через песню, через музыку вот эти все вибрации, они влияют по каким-то таким волшебным образом, чудесным образом. Что все вроде бы попел, и ругаться ни с кем не надо, и там ссориться ни с кем не надо. Пережил, все высказал через песню. И все, и дальше пошел. Вот удмурты, вот они очень поющие. Они посуду моют, поют, стрякают, поют. Просто охотника будет. Вот так вот. Песни сопровождают от рождения до самой смерти. В похоронах тоже поют. Я с детства помню, где-то 15 домов собираются в родстве. Как большой религиозный праздник, все родство собирается в одном доме, потом идет другой дом, потом третий дом. Вот так, значит, перевали Пасху, помню, значит, после Пасхи вот такие священные праздники. Обязательно вместе они собирались. А если вот кому-то помочь работать, в первую очередь соберется вот этот род. Вот мужски называется это «Быляк». А потом уже друзья, соседи. Вот таким образом. Еще 10 лет назад за год мы строили, значит, под 100 квартир или под 100 домов. И индивидуальных домов. А как думаете, так быстро и за год строится она? Потому как после посылных работ. Если сегодня, скажем, Иван, Володя или другой строит дом, туда идут помочь уже все мужики деревни. 30 человек соберутся, за день собирают дом. Испокон веков всегда вот так было. Друг другу помогали. Традиционные орнаменты в одежде, припевные слова в народных песнях, приметы и суеверия – все, что принято называть национальным колоритом, имеет языческое происхождение. В узорах и сказках предыдущие поколения оставили нам зашифрованное послание, которое мы уже не можем прочитать. Удмурты берегут эти древние знания до сих пор, почитая предков и открывая окружающий мир, как священную книгу. Мне кажется, мы все из язычества вышли, и, наверное, вопрос, кто дальше, кто ближе остался к этому язычеству, может быть. Мы все уже пользуемся плодами и науки, и так далее, там телевизор смотрим, в общем-то. Все равно светские знания имеем, поэтому чистыми язычниками уже мы все равно не сможем себя считать, если даже бы захотели. А так, вот язычество, наверное, у нас больше сохранилось, стремление к вожественному началу через природу. До меня это дошло через своих родителей, которые сохраняли, и сегодня оно сохраняется, куалу, молебен, семейный молебен. Здесь нет ни пола, ни потолка. Всегда строилась кола на глиняной голой земле. И весь дым, который получался от костра, он выходил в отверстие, которое оставлялось в крыше. Оно неспроста. Удмурты говорят, что тут связь трех миров. Нижний мир, средний мир и верхний мир. И вот через вот это отверстие верили, что просьбы, которые они обращают к воршуду, покровителю, семье, рода, быстрее дойдут, и они исполнятся скорее, скажем так. Вот именно в этой куале, так как она действующая куала, она привезена была с Завьяловского района, здесь на самом деле проходили, проводили ритуалы. Вот ощущаешь особую энергетику, особое состояние. И по-другому себя чувствуешь здесь, по-другому себя, как-то вот поведение твое начинает меняться. Чтобы сбить со следа злых духов, удмурты часто получают второе имя. Ольгу Соловьеву в родной деревне называют Джекапай. С удмуртского это переводится как «птичка-бабушка». У нее нет родных детей, но она воспитала 11 приемных. При этом ни хозяйственные, ни служебные обязанности никто не отменял. Если бы Ольга Соловьева не порхала бы, как птичка, она не успела бы сделать так много. Я вродил в среди скалы, я в горах замерзал, и всегда трудный частик, как дух помогал. Огоньок, огоньок, ты святый, святый мне в поти. И по столиным работала в русскую деревню, татарскую, марийскую, возила почту. Вот тогда по дороге по улице проходила. Сегодня одно слово, завтра два. Вот так и научилась по татарски и по марийски разговаривать. И пятью мою по ихнему. Весной дорога кончается, пешком. А раньше сумки большие, тяжелые были. В одну сумку не уходила, почта. А вот сейчас мало подписывается, что ли. Ага, пешком. Осенью опять бездорожье, пешком ходила. Осенью дни короткие, а весна и так, и то, ничего, дни подольше так. Вот 20 лет работала. Вот так и жила. Ну как предкам не удивляться, откуда они вот песни знали? Ни композиторов, ни музыкантов не было. Ну, откуда-то ведь знали. И такие задушевные, трогательные. Вот, поэтому я удивляюсь предкам. А мы вам удивляемся. Зачем? Мне удивляться ничем, а я на готовом живу. Когда в наше место идем к Валу, это не передается, наверное, словами. Там тишина громко, не стараются разговаривать. Воздух там очень такой чистый-чистый. Люди между собой как-то очень дружелюбно разговаривают. Семьями большими приходят, группами-группами. Ну, все мне там нравится. На взгляд, мы постороннего наблюдателя. Это может быть вообще походить на коллективную культурную вылазку, даже можно так вот назвать. Доброзавелательные компании собираются, варят кашу, едят своей семьей, угощают. И желают добра. Ну, просто, то есть они приносят туда свою жертвенного, ну, селезнюю утку. Ну, с той целью, чтобы вот было доброе лето, родился добрый ружай и так далее. Все было. В семье, там у людей было хорошо. В общем-то, ну, атмосфера такая доброжелательная, его ощущаешь. Старики рассказывали, что вот кто хотел вот эти места осквернить, то с ними всегда что-то случалось. То или они умирали, или заболевали страшной болезнью. И еще у нас же там не постоянные жрецы, а пус-челто, говорим по-думански. Жребий, вот по жребию. Вот, допустим, отказался один. Ну, не стал проводить обряд, и с ними тоже стало плохо. Для меня кажется достаточным, если я буду в мире с природой жить, ну, хотя бы вот эти основные молебенные обряды будем проводить. Если меня за это природа не нагажет, то я считаю, что я могу вполне с этим существовать. Сама энергией. Сама энергией. Сама энергией. Сама энергией. Сама энергией. Лес рубить тоже надо. Видишь, какой? Это кустами. Кому он нужен? Вот мы чистим этот лес, получается. А вместо этого, значит, посадят сосны, елки. Нормальный лес растягивает. Это было в 2005 году. Я уже работал представителем колхоза Большого 20 лет. Изъявил желание молодой, как будто у него очень много денег. Ну, я сказал, если так, давай работай. Я остался заместителем его. В итоге поработал я с ним полтора месяца. Он сказал, таким образом, мы сможем без вас работать. А через полтора месяца, как я ушел, он подал колхозу в банкротство. И за каких-то полтора года колхоза совсем не осталось. Ну, я решил, что делать. На работу что-то надо. Организовал фермерское хозяйство. Правда, сказать, когда работал еще при саме колхоза, я фермеров вообще недолюбливал. Почему? Потому как они пришли все на готовом сначала. Есть были такие фермеры. Колхоз работает, из колхоза она может тащить. Что лежит плохо. Но я тоже тяжело пришел к фермерству. Оказывается, не так оно было. Фермеру самому все надо делать. Он сам сегодня, значит, начальник, сам же инженер, сам же агроном, сам же золотистик и сам же бухгалтер. И сам же за рулем ездит, куда надо. Все дела решает, каким образом. А пришел я в колхоз, то есть с председателем, в первую очередь в голове было построить дорогу, потому что мы очень мучились. Вот нас отделяло, вот государство, можно сказать, вот это ирока. Раздевалось сильно. И мы переезжали с той стороны и с другой стороны только на лодке. И почти на два месяца мы отделялись. Были такие времена, рожает человек, женщина. Ну не на чем везти туда, в Пьесу или в Женск. Вызывали, даже вертолет, вертолетом возили. В Женщину. Был один год большой разлив воды. На Пасху мужики ушли рыбачить на Грекмас. Вода поднялась. Они не могут ни туда, ни сюда. Они поднялись на дерево, сидят на дереве. Вызвали вертолет и сняли с деревьев, на вертолете снимали. Раньше в районе командовал 1-й секретарь райковый партий. Он царь и бог. Над ними еще начальники. Ну а мы что? Командовал над нами бюро, 1-й секретарь таким образом. Кочешь, не хочешь, делай то, что мы сказали. Ну потом уже, когда разваливаться страна стала, в 90-е годы, нам легче стало, потому что больше свободы. Вот поэтому, наверное, свобода помогла нам и школу построить, и дорогу, и другую третью построить в то время. Я потом уже не спрашивал у них, что мне делать, как делать. Есть у меня голова. Иду вперед. Гуды гун, гуд гучу манаю, Кояла ману, гадар жалеран. Кояла ману, и ралам, Кояла ману, и ралам, Кояла ману, ищу ком, гинео, гадараю. Музыкой я начала заниматься с детства, с шестилетнего возраста. Меня родители отдали музыкальную школу у нас в поселке. И потом, когда уже в старших классах я поняла, что хочу посвятить и дальше себя музыке, моя учительница сказала, иди осваивай новую профессию народный хор. Я с техникой, вместе с своей мамой, с подружкой еще однокурсницей, приехала первый раз в такую настоящую, на графическую экспедицию. Повезло то, что это была непосредственная такая обстановка. То есть они собрались повидаться, был какой-то праздник, они принесли свои угощения, свои напитки многоградусные, у кого там кумышка, у кого какие-то настойки. Ну, это культура у нас такая, да, то есть щекотачкины. И вот они пошли вокруг стола-то угощать всех. И поют при этом. То есть не специально ты заставляешь, да, когда тебя заставляют, все равно ты по-другому начинаешь петь. А тут вот, естественно, твоя бытовая обстановка, и они поют так, как вот оно и есть. И когда я это услышала, все это меня настолько поразило, настолько это на меня как бы произвело сильное глубокое впечатление. И потом этот материал я начала расшифровывать. Но как на один общий канал можно услышать 15 голосов, когда поет каждый вариант разной своей мелодии, и у каждой исполнительницы свой текст неповторимый. уши развила так, как будто, да, слух. Потому что ведь нужно было мне это все переложить на ноты. То есть по программе нужно было расшифровать весь материал, который ты привез из экспедиции. Сейчас радует тот момент, что более молодое поколение, оно понимает, что уходит бабушки. За 12 лет вот из тех 15 осталось трое, которые и то уже не поют. Все, вот того ансамбля, с кем я познакомилась, и кто мне вот открыл, да, вот этот мир традиционного напевок, их нет. В 18 веке российский ученый Николай Рычков, путешествуя по этим местам, сделал интересные наблюдения о национальном характере удмуртов. Если имя трудолюбивых земледельцев приписуется в честь народам, то удмурты поистине могут быть достойными имени сего. Границы их трудам есть смерть и младенчество. Ревнование и почтение к трудам столь велико, что женщины их стараются одна пред другою проснуться ранее, дабы прийти на жатву прежде своей соседки. Удмурт – это поющий, скромный, работящий. Вот. Ну, я свои ночи очень слишком люблю. Никогда я русское платье не одевала, все в своем наряде хожу. Куда не пойду, что-нибудь-то придумаю, сама собой слагается песня. Я пишу так просто. Песни большинство не от хорошей жизни слагаются. Когда скукой живешь, горем живешь, вот тогда песни слагаются быстрее. Да. Я так думаю. У меня печальное большинство получается. Я так выросла. Скучала всю дорогу, всю жизнь скучала. Вот. у меня печальное получается. народу что-то всегда не хватает. Боюсь. Вот сейчас метеорит упал, астероид, что ли, говорят. Ладно, что в свою орбиту зашел, говорят. Это из-за народа, я думаю, уже. Бог, наверное, наказывает, так. Иной раз, когда спать не могу, пишу, 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 успокаиваюсь, никуда не посылаю. Вот так фантазирую, сижу. А кому писали? Так туда. Порой вас жалко, говорю. Вы из-за денег даже свой сон потеряли, а мы под божественным небом спокойно спим. У нас нечего терять, нас не ограбят. Вот так пишу, сижу и потом не посылаю. Успокаиваюсь, что ли. Вот спать ложусь, дай доброй ночи, чтобы вся Россия спокойно спала. Вот так я молюсь всегда. У моей России все пути, прямые все пути, прямые ясная заря. Ты живи, Россия, ты цвети, Россия, милая Россия, родина моя. Ты живи, Россия, ты цвети, Россия, милая, Россия, родина моя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова